Настало время встретиться с местными блогерами. Ты лично! Ребят, всем привет! Девчата! Привет! Привет, скажи! Так как, ребята, мы находимся в Таиланде, настало время встретиться с местными блогерами. А с кем? Угадайте? С кем? С Кандра... С кем? С Кандра Шоу! Неправильно Катя сказала! Поеду на встречу с каналом Инги Тревел. Макс любезно позвал встретиться в старом городе Пхукеттаун. Мы, в общем, походим, поснимаем что-нибудь совместно. Еще не знаю, в общем, какой формат будет. Но у меня есть к нему вопросы. У него есть ко мне вопросы. Позадаем друг другу вопросы, поснимаем и выложим на своих каналах. Все, девчата, я погнал. Пока, девчата, не скучайте. Смотри, твои моски. Не скучайте, все. Ну, вам там скучно будет реально. Ребят, ну вот, в общем, я и встретился с Максом. Наконец-то. Наконец-то. Здравствуйте. Для Максов я ему уже записали начало. А это для меня начало. Макс, в общем, меня водит по старому городу. Рассказывай. Ты идешь, рассказываешь мимо камеры. Я все не могу включиться. Сейчас мы где? И что это такое? Это рынок Лорд-Яй. Это Пукеттаун. Самый центр, самое то место, где, собственно, откуда начался Пукеттаун в начале 19 века. Именно с этой улицы. И сейчас... И сейчас здесь, по воскресеньям, проходит один из самых известных и самых популярных рынков выходного дня. Называется рынок Лорд-Яй. Сразу же бы хотелось заметить, Макс высокий. Я думал, он по видео низкий. Я уже смотрел ваше дело. Метр девяносто один, на всякий случай. Сегодня, в общем, погуляем с Максом. Позадаю тебе каверзные вопросы какие-нибудь. Вообще легко. Ребята, зашли, в общем, в такую красивую улицу. И Макс хочет про нее рассказать. Да. Называется она Сойеромани. И это не просто улица, между прочим. У нее очень интересная история. Дело в том, что когда в конце 19 века портовых шлюх начали куда-то отселять. Отселяли их, между прочим. Вот сюда. И вот это проститутошная улица. Да. Вот здесь были опиумные дома. Здесь были бордели. Вот можете себе представить, что вот там вот девочки стояли. Ну и завлекали проходящих мимо, так сказать, людей. Сейчас здесь просто магазины, лавки, массажные салоны и так далее. То есть проститутошные улицы уже здесь нету. Всех их убрали, сами знаем куда. На Бангул. Да, пожалуйста, пожалуйста. Если завтра уже уезжали, мы вот только по вашему. Только по нашему. Фотографирую Максима с подписчиками. Спасибо большое. Проверьте, нормально. Сразу проверяйте. Откуда вы? Салматы. Салматы. Да, у нас здесь человек приехал, у нас всех гуляет. Здесь сейчас увидели вас тоже. Мы только по вашим этим видео отслеживали, куда. Полезный канал, оказывается, у меня. Надо же. Спасибо. А как вы узнали по голосу? Да, по голосу дали. По голосу дали. Со спины, прикинь. Хорошего отдыха вам. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Скажут, что за тип с тобой вообще? На меня по саду или так? Это мой оператор, он же с камерой ходит. Вот этот отель я хотел тебя сюда привезти, показать. Ты смотрел фильм «Пляж с Леонардо Ди Каприо»? Смотрел. У нас же много мест здесь, связанных с этим фильмом. Вот ты знаешь, Майя Бэй, да, на Пипях, там, где он снимался именно на пляжах. А если кто-то помнит начало фильма, где он как бы жил в Бангкоке, в таком ужасном, мрачном отеле, таком вот прямо... Надо повторить. Обязательно, да. Так вот, на самом деле съемки проходили здесь, совершенно не в Бангкоке. Вот в этом отеле, он-он отель, здесь до сих пор сохранилась комната, где он жил. Там есть фотография, где он сидит в этой конкретной комнате, сам молодой Ди Каприо. И любой желающий, если комната свободна, может туда прийти и сфотографироваться так же, как сидел там Ди Каприо, прямо с фотографией. Макс, в общем, ходит, рассказывает мне очень много интересных моментов про Таиланд, про эту улицу. Пойдем? Попробуем? Можно? Такие глаза. Пойдем. Нас никто не задает. Кстати, в Китае не уступает дорогу у вас. А как переходить-то там? Ну, успел, красавчик. Выждался, нормально? Да. Здесь красиво. Красиво. Аутентичненько он, видишь? К сожалению, мы не можем туда зайти, сейчас там люди живут. Да. К сожалению, да. Но сам факт, вот здесь жил Ди Каприо. Ну, окей, мы хоть попытались. Ну, да, мы хотели попытаться. Но здесь красиво. Сколько эта комната стоит? Вот прям сразу. Она не дорогая, кстати. Там меньше тысяч бат. Многие, наверное, может быть, даже и знают тебя, мои подписчики. Может быть, и не знают. И у тебя канал. Да. Тревел канал. Да. Почему именно инди-тревел? Индепендент. Независимый. Индепендент, тревел, независимые путешествия. Почему ты именно базируешься здесь, на Пхукете? Ну, на самом деле, я много где жил, в разных странах. Я год жил в Швеции, пять лет в Индии, два года в Непале. Да, я много где пожил. И потом я приехал в Таиланд и понял, что, учитывая, что я люблю путешествовать, мне неудобно путешествовать в Беларусь. Я сам из Минска. Ну, то есть, оттуда далеко. Я люблю Юго-Восточную Азию, поэтому мне удобней здесь обосноваться на Пхукете и отсюда уже путешествовать по Юго-Восточной Азии. И здесь удобно жить, плюс ко всему. Ну, у тебя много видео с Пхукета, а про Индию там, в общем, все это есть? Там есть тоже и про Индию, есть и про Непал. И мы были в Непале, так что и еще будет. Мы сейчас буквально, вот, планируем опять большую поездку в Индию и сейчас на самоеде. Мы не сидим на месте. У нас нет такого, чтобы мы там долго были на одном месте. Мы постоянно ездим, путешествуем и так далее. Короче, там много всего интересного. Так как ты большую часть находишься на Пхукете, сразу же у меня к тебе вопрос. Какие туристов здесь больше? Китайцев. Китайцев. На самом деле, если ты спрашиваешь, китайцы и русские, кого больше, больше китайцев. Но больше всего, на самом деле, еще больше, чем китайцев, малазийцев. Малазийцы номер один по количеству приезжих сюда. Почему? Они рядом находятся, их там много на самом деле. И Таиланд для них это любимое место съездить, наверное, в тот же отпуск. Отдохнуть? Отдохнуть, да, это совсем рядом просто. Поэтому им дешево получается. Как вы находите идеи для съемки? То есть у вас это постанова или что это? Как это? Допустим, у вас есть, я видел... Хороший вопрос. Ну, действительно, есть вот эти вот, как они называются? Ди-тревел-пати. Пати, точно. 12, да, выпусков у нас мы сняли. Идеи у нас были коллегиальные. Некоторые идеи я предлагал, некоторые, большинство, скажем так, мы все вместе придумывали. Подобралась очень замечательная команда. Серега, Валя и так далее. Но на самом деле, сама идея, она не привязана к людям. Поэтому вполне возможно, что это будет продолжаться у нас с другими людьми. Как же находятся идеи? А что можно интересного, эдакого сделать здесь? Вот, скажем, на Пукете. Причем не только на Пукете. Это может быть где угодно. Мы можем поехать на Самуи и снять на Самуя. Приедем в Гуанчжоу. У меня только что девочка намекнула, так сказать, мороженое мне подсунула. Ну, просто вот есть такая идея сделать что-то неординарное и эдакое. Так оно и получилось. Ну, в принципе, выглядит клево. Сразу же хочу сказать. Спасибо. Шоу, то есть есть свои герои. Да. Как вы нашли эти героя? Просто знакомые попали в кадр или как? С Рома это... С Рома это такой... Который с длинными волосами, да. Он мой хороший друг. Я его знаю уже лет 5, наверное, если не 6. С 2012 года. А Серега с Валей мы списались просто. Они жили на Самуи и мы летом списались и встретились в Паттайе. И решили просто попробовать вместе это сделать. Один, конечно, я никогда в жизни не потянул бы такой проект. Это нереально просто. Должен быть оператор, должны быть люди, с кем коммуницировать. Ты один не можешь это сделать. Ну да. Поэтому просто повезло, что подобралась такая вот хорошая команда. А пойдем-ка я тебе покажу еще одно интересное место. Раз уж мы здесь ходим, здесь тоже недалеко. Тебе будет интересно и твоим подписчикам тоже. Про твоих героев мне хочется задать вопрос. Ну, потому что все-таки видео коммерческое, ну, согласен. То есть оно содержит коммерческую жилку, правильно? Ну, можно и так сказать. Ну да, но вот все люди, которые участвуют, допустим, взять того Тёма. Его какой интерес сниматься в этих видеосюжетах? Тёме просто интересно. Просто? Интересно, да. По фану. Да, да, да. Тёма любит такие мероприятия всякие, где можно оторваться. Есть одна проблема, мы не можем, ну, к сожалению, у нас команда непрофессиональная всё-таки. И мы не можем делать это еженедельно, потому что, ну, это надо по сценарию смеяться, грубо говоря. По сценарию смеяться, кстати, это точно. Грубо говоря, да, потому что там во вторник у нас съемка, значит, во вторник должно быть хорошее настроение. Вот хоть ты убейся, но сниматься надо с хорошим настроением, тогда всё будет нормально. Перед съемкой чуть-чуть? Никогда в жизни, никогда. Всё должно быть трезвое, все должны понимать, что они делают и так далее. У нас, понимаешь, один день съемки. Все люди заняты. Для того, чтобы собрать всех в одном месте, нужно пожертвовать работой. Ну да, согласен. Поэтому за один день мы должны всё снять. Соответственно, мы с утра начинаем, у нас расписано всё по минутам просто, как это всё снимать. У нас там три эпизода, ну, в смысле, три каких-то локации должны быть сниматься в один день. Поэтому всё это вот без отвлечения, отвлекаться нельзя. Друзья, всё, пришли, сняли, это импровизация, если ты хочешь спросить насчёт импровизации, да, это импровизация, но на заданную тему. На заданную тему. Да. Ну, я понимаю, о чём ты. Приходите в место, посмотрели, оглянулись, сказали, пошутили. Да, 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 так оно и есть. Будут ли ещё инди-тревел-пати? Yes. Будут, однозначно будут. Сейчас такой период, когда, во-первых, мы немножко перестраиваем наш канал, то есть мы начинаем уходить там. У нас очень много было про Пукет, начинаем от этого уходить. До конца сезона, скорее всего, мы его снимать точно не будем, а дальше, да, мы планируем. Естественно, будут меняться актёры, останется идея. И куда мы пришли? Это у нас здание, которое называется сейчас ресторан «Блю Элефант», а когда-то, в начале 20 века, это был дом губернатора Пукета. Пожалуйста. Та-дам! Обратили внимание? Приезжают люди прямо на такси сюда. Китайцы, опять же, да? Китайцы, да. А почему? Потому что это самый фешенебельный ресторан Пукета. Самый. Дорогой? Ну, он, да, практически самый дорогой, можно сказать, да. Он, здесь нет европейской еды, нету. Здесь только тайская национальная кухня. И внутри, пошли. Вот здесь вот школа тайской кухни, самая популярная, самая известная на Пукете. Здесь учат. Ну, он до сих пор здесь ещё, красавчик, он уже давно здесь живёт. Старенький. Да, и у него синий язык. Вот это самая известная, популярная школа тайской кухни здесь на Пукете. Круто. Да. Вон, можно посмотреть здесь что-то. То есть здесь могут научить супчик том-ям варить? Это самое меньшее, что они могут сделать. Видишь? А когда-то здесь был просто внутренний дворик для губернатора. Здесь он мог себе позволить посидеть, подумать какие-нибудь глобальные мысли. А сейчас вот студенты. А для простых смертных вообще меню доступно, нет? Есть. Пошли посмотрим. Вот это и есть тот самый ресторан. Вот это самое известное место. Если нам надо провести какие-нибудь переговоры с бизнесменами, всегда приезжают сюда. Обычно с одной стороны, а с другой стороны довольно такая серьёзная тайская кухня, но стоит как самолёт здесь. И мы сейчас поднимемся наверх, посмотрим зал для банкета, который сейчас находится, зал там наверху, а когда-то там были жилые помещения непосредственно для губернатора его семьи. Хочу заметить, что сидят кто? Китайцы. Потому что есть деньги. А вот эта лестница, она не менялась с начала 20 века, со временем постройки этого здания. Тиковое дерево, между прочим. Куда? Такие моменты, знаешь, прям. Поднялись. Итак, вот это место и есть жилые покои, так скажем. Вот эта ширма, мягко говоря, осталась ещё с тех пор. Но оно видно по дереву. Петли поменяли, правда, единственное, петли современные, петли новые. А сама ширма, она осталась ещё с тех времён. Вот так вот всё это дело открывалось. Здесь было жилое помещение, сейчас это банкетный зал. Красиво. Побсюду. Жесть. Ты можешь здесь связать? Прикинь. Шикарно. То есть можно, да, здесь покушать? Можно, можно. Если деньги есть, опять же, можно. Не вопрос. Вопрос остаётся всё-таки открытым. Меню. Хочется посмотреть меню. Ну и вот здесь ещё на помещении, где стоял ареаль когда-то в своё время. Да, вот снаружи кажется такой большой дом, а здесь вы сейчас сидёшь на такое какое-то плоское помещение, да, не то, что прям очень большое. Ты хотел цены посмотреть, вот на пирогах оформлено, как заметь. Ну и давай посмотрим, что у нас здесь есть. Просто обычные роллы 380. Просто роллы 380, 380, пожалуйста, салат 420. Ну то есть цены, мать моя женщина называется. Шкалит. Да. Супы. Суп. 320 тонка, пожалуйста, да. 320. Сом-ян-кун. 360. Мать моя женщина. Пойдёмте отсюда, пожалуйста. Пойдёмте, молодой человек, взяли. Кстати, как ты относишься к тайской еде? Ну что больше всего нравится? Шаверма. К тайской еде мне нравится всё, что связано с неострой пищей и не морепродуктами. А когда-нибудь приходилось быть в Китае и попробовать китайскую еду? Ты знаешь, ни разу не был в Китае, был во Вьетнаме. И там тоже очень своеобразная еда. Вот эти супчики все. И мне почему-то показалось, что это где-то очень близко к китайской кухне. Я не знаю, почему, насколько я прав или нет, но сам факт. Если будешь в наших краях, я обязательно тебе... А я буду в ваших краях? Покажу китайскую еду. Очень вкусно. Договорились. Я приеду. Прям это первое, если я тебя напомню просто. Это всё привезено откуда? Ну, из Китая, да. Ты как дома себя чувствуешь? Я смотрю, да? И самое, что смешное... Ты не туда привел, короче. И самое, что смешное, что китайцы ходят и это же покупают. Зато куплено за границей, понимаешь? Макс, прокомментируй, пожалуйста. А что, комментировать? Подошли какие-то незнакомые люди. Пришли сегодня сюда. Из ФСБ. И говорят, всё, стоп, теперь фотография. По голосу узнали. По внешности очень приметные. По майке. Можно? Да, 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 конечно. Я его оператор. Круто. Проверяйте на всякий случай сразу же. А вы сегодня будете что-то здесь снимать? А мы уже всё сняли, что посмотрели. Как вам отдыхается? Отлично отдыхается. Обгорели, правда, перебрали. Немножко с ездой на байке. Вот все были без маек, можно сказать. А теперь вот думаем, чем прикрыться. Вообще ожог. Обгорели. Вот, кстати, обратите внимание, что значит вот обгореть. Не пользоваться защитным кремом. Он реально надулся. Это ожог, да. Удачи, всего доброго. Хорошего отдыха. А ты популярный, я смотрю. Я сам в шоке. Не, ну ты заметил, как надулся чувак, реально. Прям вот люди, будьте внимательны. Здесь солнце очень опасно. Да все приезжают из дури, начинают загорать прям жадно. Нельзя так, нельзя. Насколько сложно тайский язык и насколько ты знаешь тайских слов? Насколько хорошо я говорю, да? Да, насколько хорошо я говорю. Я тебе скажу, что тайский язык примерно по сложности такой же, как и китайский. Так что тебе, наверное, будет проще понять так в сравнении именно. Он тоже тоновой. Он тоже тоновой. Да, одно слово, сказанное разными тонами, может иметь несколько значений от трех до пяти. Поэтому нам, европейцам, нам тяжело учить его из-за тонов. А это самый главный монумент Пукета. Символ Пукета, морской дракон, который держит в зубах жемчужину. Пукет же называют жемчужину Антаманского моря. И вот он символ. Так вот, это же не просто так символ. Видишь, вон там, мы сейчас подойдем, там нарисовано два рисунка. Дракон и остров Пукет, как он выглядит. Вот они считают, что вот этот дракон с правильной точки, я до сих пор не могу понять какой, выглядит так же, как остров Пукет. Спасибо за вечер. Очень много реально узнал, показал мне. И хотелось бы, ребята, порекомендовать Макса. Он очень много снимает видео не только по Пукет. Не только. Пукет мы ездим где угодно. У нас очень много... Впереди Индия. Впереди Индия. И была Индия. И по Таиланду ездим. И это, кстати, ты едешь куда в ближайшее время? Камбоджа. Мы там тоже уже были, между прочим. Лаос, Куалумпур, Малайзия и так далее. Добро пожаловать. Ссылка в описании. И у нас еще новость, ребята. Да. Макс хочет кое-что вам пообещать. Я хочу вам подарить. Ну и не только вам, естественно. У себя на канале в ближайшее время. Не буду говорить когда, но в ближайшее время. Я буду разыгрывать GoPro 6. Что нужно сделать? Поэтому сначала подписаться на канал и смотреть видео. И в одном из видео я расскажу условия и правила, собственно, как человек может выиграть. Ты лично, вы лично можете выиграть GoPro 6. Поэтому подписываемся на канал. Ссылка, я так понимаю, будет внизу в описании под видео. Все? Ну а мы на этом попрощаемся. Приезжайте к нам еще, а мы к вам, собственно говоря. Да. Вы к нам, а мы к вам. Да. А все, ребята. Так сказать. Всего доброго. Пока. Пока.